Не появилось никаких у вас вопросов пока? Какого? Хорошо. Итак, протокол Чешу признается, что в обществе нужно скрываться, что если ты не обладаешь справедливостью, и при этом ты разумный человек, рассудительный человек, ты должен лгать о том, что ты справедлив. А все притворяются или нет? Нет, конечно. Нет, нет, нет. Притворяются только те, кто не обладает справедливостью, то есть мудрецы могущественные. Откуда справедливость возникает? От богов. От богов, отлично. Значит, она возникает у тех, кто верит? Верит богу. Более того, она на самом деле... Но стыда тоже у них не возникает. Вот, вот, вот. Поэтому он бросает стыд и начинает говорить о рассудительности. На самом деле, мы же понимаем, что она не от богов, а от наказания возникает. Да. Да. От наказания и повторения. Наказывают ли богатые люди своих детей? Сейчас протокол объяснит нам более подробно. И начинает он с повтора. Вот я и говорю. Вот я и говорю. Вот я и говорю. Рассчитается, что всякий человек причастен к этому добродетелю, значит, можно всякого признавать советчиком, когда о ней идет речь. А еще я пытаюсь тебе доказать, что этот добродетель... И снова тебе, тебе, тебе. Все, вся эта речь, все. Смотрите, рассуждение... Миф был обращен к молодежи. Рассуждение обращено только к Сократу. А еще я пытаюсь тебе доказать, что этот добродетель не считается врожденной и возникающей самопроизвольной. Отлично. То есть этот добродетель, справедливость, она возникает не потому, что бог нам на нее дал, бог нам на нее не дал. Она возникает в результате... Ну что ей... Облучаются. И если кто достиг ее, как только принадлежит. Да, так только... То есть повторением. Сейчас, подождите. Иными словами, политическое добродетель возникает искусственно из обучения и повторения. Миф говорит, справедливость от бога. Классика говорит, справедливость от природы. Протоголь говорит, нет, она и не от природы, и не от бога. Она от учебы. Ну, она искусственная, да. Какого-то вопроса. То есть для молодежи он говорит, что от бога, а для Сократа говорит, что не от бога, и что ей можно научиться. При этом, заметьте, он говорит, что это одновременно и перед всеми. Да, да. Я думаю, это не так. А он же смелый. Он же смелый. Это смелое заявление, это все. Никто ведь не сердится, не вещевает, не получает и не наказывает тех, кто имеет недостатки, считающиеся врожденными. Или? Или возникающими по воле случая. Еще раз. Если бы справедливость была от природы, то люди, не обладающие от природы справедливостью, то есть инвалиды от справедливости, не могли бы наказываться. Их нельзя было бы наказывать. По крайней мере, такой практики нет. Мы не наказываем еще инвалидов за то, что они родились там без каких-то частей тела или родились недостаточно развитыми. Более того, если бы справедливость можно было потерять в результате несчастного случая, как можно потерять ногу, руку или разумность, мы бы тоже не наказывали таких людей, несправедливых. Не знаю. Для того, чтобы они от них избавились. Напротив, этих людей жалеют. А, знаю. Кто, например, будет настолько неразумным, что решится так поступить с некрасивыми, малорослыми или бессилными? То есть наказывать их смертью за некрасивость, малорослость и бессиленность. Ну, так они же тут ни при чем. Подождите, что? Они же тут ни при чем. Вот рожден. Да, об этом протаголы говорят. Да, да, да. Если бы люди считали, что справедливость естественна, как красота малорослости, да, либо, заметьте, причем протаголы вставляют оба варианта возможным, либо люди должны были бы прощать несправедливых и заботиться о них, как заботиться об неволимых. Либо, наоборот, истреблять их, но вместе с ними истреблять слабых, уродливых. И кто еще тут у нас указан? Малорослых, бессиленность. Малорослых, малорослых. Но это 20 лет не зайдет? Не, не, не. Подождите. Как в спарте, если выбрасывай. Спарте, да, в спарте. Спарте – это дебюска. Приятное место. Потому что… А их жалеют, видите? Да, 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 конечно. Их жалеют. Как и инвалидов, как и вот этих вот. А можно еще вопрос? Конечно. То есть получается, что инвалидам, допустим, помогают, когда, если здесь речь о справедливых людей, то есть о толпе, то поэтому можно сказать, что толпу ведут за собой? В смысле? Ну, то есть толпе помогают, но ведут за собой, то есть ей показывают пульту. Нет, 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 нет Если бы люди думали Что справедливость является врожденной Тогда с ней бы С ее отсутствием было так Как с отсутствием ног Или с отсутствием красоты Или с отсутствием силы Тогда надо было бы помогать несправедливым людям жить Но на самом деле Все наоборот Да, да Все люди считают Потому что все считают И так далее Что справедливость как раз таки Вносятся путем наказания Вносятся путем обучения Путем повторения Пока что речь идет только о всех Протогор не учит всех Протогор сейчас отвечает на вопрос Сократа Почему ты считаешь, что политика техне Можно научить И протогор отвечает Именно потому, Сократ Политика техне и можно научить Что все считают, что она у всех есть Путем обучения Иначе никак Итак, если бы люди считали, что политика техне нельзя научить, то есть, смотрите, он превращает политика техне в справедливость. Если бы все люди считали, что справедливости нельзя научить, то тогда с несправедливыми людьми надо было бы ходиться, как с коллегами. Это не так. Несправедливых убивают. Следовательно, справедливости можно научить. Следовательно, ответ политика техне можно научить. То есть Сакар говорит, мы не слушаем специалистов в политэкэтехне, и потому считаем, что их нет. По такому мнению, все равно наоборот. Мы все специалисты, кроме несправедливых, которые претворяются справедливыми. Мы все специалисты в политэкэтехне и модельцов. Но они же не участвуют в собрании. Но они не участвуют в этом. В чем именно? В политэкэтехне? Да. И только они не могут изучать. Почему? Тот факт, что вы несправедливы, не значит, что вы не знаете, что такое справедливость. Наоборот. Именно потому вы и знаете, что такое справедливость. Потому что вы прямо противоположны к справедливости. А получается вот эта выявка, что как человек может чему-то учить, если... Если он этим не обладает. Да, 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 да. Но так протагор нигде и не утверждает, что он учит политэкэтехне раз, и б, что он учит толпу. Справедливость, она для толпы. Чего учит протагор? Протагор лучше ругать. Да, притворяться справедливым. Это первое пока что. Но очевидно, что толпе не нужно это учение. Целевая аудитория протокола – это не толпа. У толпы нет денег. Демократы и нищие – это одно и то же. Целевая аудитория – это богатые юноши. Зачем протокол нужен богатым юношам? Это пока вопрос. Но он к этому еще придет. То есть, получается, все люди, все, кроме этих двух категорий, они лгут самим себе, что справедливость существует. То есть, они в это верят. Нет, они не лгут самим себе, они научены. Помните, если человек – бездуховное существо, сумма материальная, всякая духовность, в кавычках духовность, то есть, все духовное является производной, является искусством, искусственным. Естественно. Тогда все, что является духовностью, все является насажденным, все является созданным. Какой вам пример привести? Давайте с локтями тот же самый. Вы что, не верите, что локти нельзя ставить на стол? Это материально. Нет, ну, хорошо. Вы что, не верите, что надо уступать место старушкам? Мой любимый пример. Если нет наказания, вы же этого не делаете. Я в том, что все знают, я полагаю, что подобные вещи, красота и то, что ей противоположено, достается людям от природы и по случаю. Еще раз, справедливость оказывается не частью красоты и частью блага, она часть необходимого с точки зрения Бартагора. Наказание необходимо, но оно ни в коем случае некрасиво, о чем сказано ранее. Таким образом, когда Сакрад будет говорить, что справедливость и красота, помните, как Сакрад сказал, мудрость и красота – это одно и то же. Потом он скажет, справедливость и мудрость – это одно и то же, подразумевая, что все добродетели являются знанием. Следовательно, красота и справедливость – это одно и то же. Просто так был полностью не согласен. И понятно почему. Если бы красота и справедливость – это одно и то же было бы, то некрасивых людей надо было бы наказывать. Мне кажется, здесь вот эта логическая ошибка, потому что по разным критериям идет утверждение первое и второе. Какое? Молодость. Нет, попробуйте, давайте. Нет. Вы хотите сказать, что под красотой… Я по подмену понятия имею в виду, что в одном случае справедливость когда-то сравнивается с мудростью, имеется в виду одна справедливость, а другая справедливость? Вы могли бы сказать, что это две разные красоты. Справедливость точно одна и та же. То есть когда Сакрат говорит, что красота и мудрость совпадают, речь идет о душевной красоте, о внутренней красоте. Но в этом-то и проблема. Сакрат развратил своего товарища настолько, что тот вслед за Сакратом объединяет красоту телесную и мудрость. Помните, ведь он говорит, «А у тебя самый красивый?» Нет. Самый красивый протагор, если ты считаешь его самым мудрым. И товарищ соглашается. Конечно. По тексту. По природе имеется в виду врожденным, а по случаю приобретенным. То есть смотрите, вы можете родиться с уродством, а можете его приобрести. Ну, то есть вы можете родиться коллегой, а можете им стать. В случае имеется в виду как событие. Да, да. То есть вы родились нормальным, да, а потом стали не очень. Вы можете родиться... В обратную сторону, да, и по случаю стать... Привет. Родиться... Ну, ладно. Вы по-любому родились несправедливым. Мы изначально вам глушили, что вы справедливые, а потом... Перестать быть справедливым, конечно. Конечно. В чем проблема-то? А, спасибо. Ну, заметьте... Ставь справедливым родиться не надо. Не-не-не. София Андреевна про это спрашивает, можно ли перестать быть справедливым после того, как вам учили. Ну, то есть можно ли ставить локти на стол? Да. Ну вот, да. Можно. Смотрите внимательно. Почему мудрецы скрываются от могущественных? Потому что могущественные обеспечивают наказание за несправедливость. Могущественные – это те, кто имеет владельцы в государстве. Судьи, британия и так далее. Какая их первая обязанность в обществе? Соблюдать закон. Ну, так закон и есть справедливость. А сами между... Ну, естественно, да. А их некому судить? Естественно. Естественно. У вас их еще. Заметьте, тем более они действительно динаминовые. То есть они не просто обладают властью, они еще и понимают, они еще и обладают способностями. Но если у кого нет тех добрых свойств, которые, как считают, приобретаются старанием, упражнением и обучением... Ну, достаточно. Политическое упражнение – это повторение, конечно. Политическое знание приобретается не обучением, а тремя вещами. Старанием, повторением и обучением. В центре, конечно, повторение. То есть, что это значит? Обучение – это когда вам говорят, что... Как же вы дадите наказание? Вот. До этого мы только сейчас дойдем. То есть, обучение – это когда вам говорят, как себя вести. Старание – это когда вы стараетесь себя так вести. И повторение – это когда вы снова и снова повторяете линию своего поведения. У вас был какой-то вопрос? То есть, это как бы ложь на ложь или это навязывание на невязание? В смысле? Ну, то есть, все вот эти... Смотрите, обучение состоит из трех частей. Обучение из трех частей, да. Но тот, кто обучает, он навязывает вот это правильное мнение или он учит или на угаде? Нет, нет, нет. Речь идет о политической добротелии сейчас. То есть, о политике, о справедливости. Смотрите, протокол говорит, что справедливость является искусственной. И потому ей обучают. Ей обучают в три приема. Объясняют, что делать. Обучение заставляет прилагать старание. Старание и повторение. То есть, это как навязывание? Это ровно то же самое, что я уже говорил, только более разобрано. Вам говорят, не клади локти на стол. Это обучение. Вы говорите, хорошо, это старание. А когда вы кладете, вас бьют и вы снова не кладете. Это повторение. А зато есть противоположные недостатки. Это влечет за собой гнев, наказание и увещевание. А вот теперь, если вдруг вы отказываетесь обучаться, это влечет за собой три вещи. Гнев, наказание и увещевание. И наказание. И наказание в центре, естественно, да. Потому что это самое главное. Гнев – иррациональная вещь. Абсолютно так. Но гнев стоит на службе рационального. На службе наказания. Для чего нужен гнев? Иррациональность. Для привития политического. Это то, о чем вы спрашивали. Протогор мог бы сказать, что Зевс наказывает людей после смерти. То есть, с помощью иррационального, с помощью мифа доказать необходимость рационального поведения. Однако, все ровно наоборот. Он подчиняет иррациональное рациональному. Он софист, он не может иначе. Если бы он был жрецом, он бы сказал обратное. Естественно, толпа является нерациональной. Это очевидно. Как можно сделать поведение толпы рациональным? Только с помощью наказания. Только с помощью наказания. Ну, наказание и увещевание. Ну, понятно, увещевание – это объяснение. С таким недостатком относятся несправедливость, нечестие. И вообще все противоположное гражданской добродетели. Политической добродетели. Еще раз. Заметьте, теперь здесь несправедливость и нечестие. Чего не хватает? Да. Ну, то, что занимает местность, да-то. Умеренность? Неумеренность. Почему? Почему благочестие занимает место умеренности? Ну, у нас же из благочестия выходят из предприятий. Да, да, но это уже было. Ну, в общем, надо. Почему благочестие занимает место умеренности в перечислении политических добродетелей? Потому что благочестие влечет за собой умеренность. Ну? Влечет за собой умеренность. То есть, признавая. Благочестие влечет за собой все остальные добродетели, о чем говорилось ранее. Ну, мы упоминали их три, а здесь только две. Да. И ранее было только две, я поэтому вас спрашивал, какие остальные-то. Как раз там не было благочестия. Ну, а теперь нет умеренности. Почему? Потому что на 323b протогор сказал, что рассудительностью обладают несправедливые люди. Рассудительностью, в смысле умеренностью, обладают несправедливые люди. Так что политическим добродетелем... То есть, что такое умеренность? Умеренность – это противопоставление безумию и наглости, о чем протогор говорит. Но безумие и наглость – это ровно то, что и позволяет существовать в наказаниях. То есть, те рациональные вещи. Здесь-то уже и понятно. Всякий сердится на другого и уразумляет его. Потому что на этот добродетель можно приобрести старанием и обучением. Старанием и обучением. Заметьте, что исчезает. Выше уже было – повторение исчезает. Да, 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 да. И, естественно, протогор ничего не говорит о наказании. Почему? Потому что, очевидно, всякий не может наказывать другого. Только закон должен наказывать. И всякий не может проявлять упражнения в смысле повторения. Потому что повторение – это дело того, кто должен повторять. Если ты пожелаешься кратко вдуматься, в чем смысл наказания преступников, то увидишь, что люди считают добродетель делом наживным. Наживным. А, наживным. Никто ведь не наказывает преступников, имея в виду уже совершенное беззаконие. И только из-за этого такое бессмысленное мутичество было бы средство. И протогор приводит общепринятую практику. Преступники не наказываются за то, что они совершили. Преступники наказываются для того, чтобы они исправились. Совершенно. Да, да, да. То есть смотрите, какой гуманитарный посыл исходит из позиции протогора. Кто старается наказываться смыслом, тот кознит не за прошлое беззаконие. Ведь не превратит же он уже совершенное и несовершившееся. В несовершившееся. Да, в несовершившееся. Но во имя будущего, чтобы снова не совершил преступление, ни этот человек, ни другой кидайте на это наказание. Это у меня сразу вопрос. Да. А как же, например, водитель сбил женщину, и у этой женщины родители, и вот они ради мести хотят его, чтобы он сидел, мучился, и сажать его в тюрьму? Одно дело личные чувства, а другое дело жизнь в обществе. А почему вы тогда не назначили за все преступления наивешенел и смену, что так поможет в деле Божьей кары? Нет, а смену-то зачем? Мы же должны вернуть человека в общество. Ну, а мы же говорим, чтобы потом это не совершалось. В том числе, если... Пример, да. Пример, но... Никто не совершает. Да, 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 да. Но никто ведь не наказывает преступникам, имея в виду лишь уже совершенное беззаконие. Кто старается наказывать со смыслом, тот наказывает во имя будущего, чтобы снова не совершил преступление не тот человек, кто его уже совершил, не тот и другой. Если он говорит, то он не сможет не совершить, и другие как-то не особо захотят. А вопрос жизни в обществе. Возвращаемся к разговору Сократа и Крития. Помните ли, что спрашивает Сократ у Крития, когда происходит тренингство? В чем обвинение Сократа по отношению к Критию? Мы это читали? Да, мы это читали. Один, два, тридцать. События показали это. Когда тридцать массу граждан казнили, самых выдающихся, и многих подстрекали к противозаконным действиям, Сократ однажды сказал. Странно было бы, мне кажется, если бы человек, ставший пастухом стадо коров и уменьшая число и качество коров, не признавался ли плохим пастухом. Достаточно. Понимаете, о чем идет речь? Если государство занимается истреблением собственных граждан за умаящие проступки, это не то, чтобы хорошее государство. Помните, что вообще-то и Сократ преступник, и протокол немножко преступник. И мы очень недовольны, ну так или иначе, смертью Сократа в 70 лет. Представьте, если бы его убили раньше. Мы бы были недовольны еще с ним. Заметьте только, да, давайте мы вернемся сюда, и вы просите еще раз этот отрывчик. И я замечу то, что следовало мне заметить до этого. События показали это. Когда 30 массу граждан казнили, самых удающихся, и многих подстрекали к противозаконным действиям, Сократ однажды сказал, странно было бы, мне кажется, если бы человек, ставший пастухом стадо коров и уменьшая число и качество коров, не признавал себя плохим пастухом. Но еще... Что не... Что не... Что человек, ставший правителем государства и уменьшая число и качество граждан, не стыдился этого и не считал себя плохим правителем государства. Отлично. Какие есть варианты развития событий по отношению к гражданам и со стороны правителей? Первый. Уменьшать число и качество. Второй. Ну как? Нет, нет, нет. Еще раз. Только в этих категориях думайте. Первый. Уменьшать число и качество. Уменьшить число. Увеличивать число и качество. Еще. Увеличивать число. Не увеличить... Качество увеличить качество. Нет. Увеличивать... Мы уже сказали это. Уменьшить число и качество. Уменьшать качество. или число, увеличивая качество. Четыре варианта развития событий. Но это вряд ли возможно. В этом нет никакого смысла совсем уже. Но вряд ли возможно. Хотя можем оставить, хорошо оставить. Неважно. Смотрите внимательно. Какие из четырех видов действий пастухов и правителей являются хорошими? Где увеличивается качество и число. Тогда только один. Два, наверное. Где увеличивается качество. Увеличивается качество. Два. Правитель может уменьшать число людей, если он увеличивает их качество. Вы увидите в диалоге политик, что целью политика является как раз таки, что политикой является как раз таки забота о людях. Помните же такое забота о людях? Заботиться о людях значит по возможности делать их лучше, а не давать им станеться хуже. Качество, конечно, конечно. Хорошо, мы должны вернуться к протоколу и продолжить. Кто держится подобного образа мыслей, тот признает, что добродетель можно воспитать. Ведь он карает ради предотвращения зла. Такого мнения держатся все, кто наказывает. И в частности, и в частном быту, и в общественном быту. То есть не только в политическом. Это точка зрения не только политической, но и частная. То есть где? В семье. В семье, правильно. В экономике. Афиняне же твои сограждане наказывают и карают тех, кого признают преступниками. Ничуть не меньше, чем все прочие люди. Так что, согласно нашему рассуждению, и афиняне принадлежат к числу тех, кто признает, что добродетель, дело нажимное, и ее можно воспитать. Первое, они карают ничуть не меньше, чем все остальные люди. Все остальные люди это кто? Ну, в частности, кто? Греков не берите. Кто это? Варвары. Как варвары наказывают? Круг. Варвары. Ну, варварские они наказывают, конечно. Это значит, что афиняне такие же кровожадные, как и все остальные. Что в этом смысле между афинянином и каким-нибудь персом, изувелом, нет никакой разницы. Итак, миф неверующего протогора показывает, что могущественные могут использовать богов города для управления городом. То есть, для воспитания в благочестивых людях справедливости и умеренности. То есть, замерения их нерациональной иррациональной мстительности. Это то, о чем вы говорили. Когда дело касается вас, вы теряете рациональность и желаете мстить. Что бы этого ни происходило, вы должны верить, что наказание, а, будет неизбежным и, б, будет серьезным. Кто это обеспечивает? Нет. Нет. Бог. Бог, конечно. Вы должны быть благочестивы, вы должны быть набожны. И тогда ваш естественный гнев, ваша нерациональность будет давиться, и вы будете справедливым и умеренным. Я не переживаю. Конечно. Мудрецов учили так же, как и всех остальных людей, что так же наказанием и повторением, что справедливость существует. А почему они не поверили и стали мудрецами? Ну, очевидно, они именно потому и стали мудрецами, что не поверили. То есть, что смогли это преодолеть. Да. Мы ищем, мы пытаемся ответить на вопрос, что такое философия. Очевидно, что часть ответа на этот вопрос заключается в том, что философия так или иначе преодолевает общепринятые точки зрения. Вы говорили сами, что философия – это знание, а не знание. Сократ может сделать любым собеседникам все, что захочет. Почему? Потому что Сократ знает, что знание не существует, и, следовательно, с любой точки зрения можно сделать все, что вы захотите, то есть разрушить ее. Я приведу вам цитату из Карла Маркса, чтобы мы прямо совсем были забиты авторитетами. Разум, как кислота. Он разъедает все, к чему прикасаешь. Что? Карл Маркс авторитет. Карл Маркс авторитет. Как только вы начинаете думать над вопросами, почему так работает общество, как оно работает, как только вы начинаете думать над вопросами, почему существуют те нормы, которые существуют, почему нормы вообще существуют, выясняется, что ни одна норма общественной не является легитимой. Но это ровно тот вопрос, который вы можете задать по себе самим по отношению к любой общественной норме, к любому запрету или любому предписанию. И вы увидите, что ни один запрет и ни одно предписание на самом деле ни на чем не держится. То есть, как вы видите, оно держится на благочестивости, на богах. И значит, оно легитимно только в том случае, если боги существуют. Протогор, как и Сократ, был обвинен в нечестивости, в не благочестии. Итак, Сократ, мне кажется, я достаточно ясно показал тебе, что твои сограждане не в основании выслушивают советы по общественным вопросам и от медника, и от сапожника. И что они считают добродетель тем, что можно приобрести и привить воспитание. Итак, в чем же разница между искусством и политической добродетелью? Ну, любым искусством, сапожническим искусством, ткацким, воятельным, политической добродетели учат с помощью наказания. Искусству нельзя научить с помощью наказания. То есть, если каждый раз, как вы будете неправильно шить или неправильно лепить, кто-то будет вас бить, от этого вы правильнее шить не станете. Ну, я имею в виду, что надо показывать, да, как правильно шить? Конечно, да, 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 да. Надо объяснять и увещевать. Наказание не работает в обучении искусству. А справедливости там не надо? А зачем вам справедливость в искусстве? Нет, показывать, ну, я имею в виду, ну, сейчас. Ну, показывать, ну, здесь тоже, ну, показывать, что... Нет, 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 основой для обучения, помимо повторения и объяснения, и рвения, является наказание. Потому что нельзя, смотрите, все искусства искусственны, это правда. Справедливость искусственна, да. Проблема в том, что справедливость является общественной политической добродетелью. То есть, она касается политикотехне. Все остальные искусства не нуждаются в наказаниях. Политикотехне нуждается в наказаниях. Почему? Потому что все остальные искусства не нуждаются в общественности. Вы можете заниматься любым искусством самостоятельно. Политикотехне принуждает людей жить нужно для жизни в обществе. То есть, принуждает к совместной жизни. Принуждение к совместной жизни происходит посредством наказания. Никак иначе. Возникает вопрос Все тот же Чему же протокол на самом деле учит Потому что, очевидно, не учит политической добродетели Потому что тогда его обучение Было бы непопулярным То есть, представляете себе Да, да, это обучение, происходящее с помощью бамбуковой палки Звучит интересно Но не для молодых людей Тем более богатых и задавитых Итак Мы все еще не до конца понимаем, чему же учит протокол Помимо того, что, а, он учит Но это только для софистов Речь идет о молодежи Это серьезный вопрос Сократ будет пытаться показать, что нет Смотрите, чему учит протокол А. Он учит, что справедливость и умеленность Это противоположные вещи Б. Он учит, что справедливость и красота Это противоположные вещи И. С. Он учит, что польза и несправедливость Порой совпадают Помните, что как гедонист он говорит Я буду делать, как мне приятнее Помните, когда вступает вопрос Миф ты будешь рассказывать Или логос Он говорит, я поступлю так, как мне приятнее Он и сам гедонист То есть он не просто учит Он практикует В этом смысле Он соответствует сократовским требованиям Научить может только тот Кто сам обладает этим знанием Кто сам является таковым Таким образом протокол говорит нам Что он несправедлив Что он лжец И что он умеренный То есть разумный То есть рассудительный Что заставляет вас лгать, что вы справедливые Умеренность Умеренность Но он же делает, как ему приятнее Как ему лучше Конечно, конечно Но смотрите внимательно Именно в этом-то и проблема Вопрос Он же делает это в соответствующей аудитории Если бы он был неумеренный Он бы вышел и сказал это перед толпой А вот это желание Но помните, что он так и закончил Он взял и сказал перед толпой Нет богов И поэтому вынужден был убежать и умер А то, что он первый из софистов Он вообще открылся Это не означает, что он не умеет? Это означает, что он мужественный Но смотрите Он умеренный Потому что даже Когда я напоминаю вам В самом конце диалога Он согласится с сократом И говорит Иначе я должен был бы признаться В собственном безумии Безумие это как у вас тот Кто неумеренный А? Да Кто говорит правду По поводу того, что он несправедлив То есть неумеренный человек Но так вот Так люди ходят Еще остается у тебя Одно недоумение Одно недоумение Как раз недоумение Это отсылка к эпидемею К эпидемею Прошу прощения К эпидемею, конечно Ты не возьмешь в толк Как это хорошие люди Научают своих сыновей Но хорошие мужи Смотрите еще раз Здесь разница Между вашей небо Между людьми И мужами Чувствуете ее Даже не всякий мужчина Может назваться мужем Аннел Итак По поводу демократии По поводу Гольповой По поводу толпы Договорились Сократ не прав Толпа действительно Думает Что политика техне Можно научить Но под политика техне Она понимает Политические добродетели Три Исходящие из одной Которых на самом деле Три Хорошо Две исходящие из одной Которых на самом деле Три Нет Их три Они исходят из одной И кажется Что их две То есть исходят Справедливость И умеренность Но протагол Ведь говорит только О справедливости Потому что умеренностью Он обладает и сам То есть видите Его речь хорошая Но она все равно Противоречивая Потому что на самом деле Он не должен был бы Обладать умеренностью Да Стыд Превращает То что Гермес Дает От Зевса Стыд И Правду Превращается В сафра Сюна И дикай Сюна В умеренность И справедливость Остается вторая часть Обвинения Сократа Как быть С политиками С могущественными Которые не могут Научить политика техне Своих детей Это другая политика техне Ну Сократ уже Заметьте что Когда Сократ говорил О толпе Как я заговорил成 И как только Он заговорил О могущественных Допроветелем Политический доброветелем Причем она там Звучит дважды И так С политикой техне Разобрались Осталось только Допроветелем Как быть С доброветелью С политической Допроветелем Можно ли Научить Смотрите Я специально разделяю Потому что Это две разные вещи Политический Допроветелем Это то Что позволяет нам Жить в обществе Политика техне Это то что должно позволять могущественным быть могущественными. То есть править, управлять людьми. Мне кажется, что в этом случае истина очень быстро распространилась. Только не в том случае, если речь пойдет о природе. Вы просто смотрите, вот, например, у этих мудрецов есть дети. Они их не учат, что есть... Это то, о чем мы говорили в прошлый раз. У Сократа действительно есть три сына, ни один из них... Я имею в виду, что и те сыновья тоже поговорили своим друзьям. Нет, 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 смотрите. Кто не развращает, законы не развращают. Кто заботится о том, чтобы молодые люди становились все лучше и лучше. Законы. Но ведь не законы же, правильно, закон ничего не делает. Все люди учат молодых людей, как себя вести в соответствии с законами. Поэтому, если у философа есть дети, даже если философ этим детям что-то говорит, все остальные говорят им право противоположное. Следующее замечание. Философ ничего не говорит своим детям по одной простой причине. Ровно по той причине, по которой Сократ ничего не говорит своим детям. Философ говорит серьезные вещи только людям. Мы с этого начинали чуть ли не первое занятие. Только тем людям, которые подходят, которые могут это услышать. Среди детей философу может не оказаться... Среди детей Сократа не оказалось ни одного точно. Поэтому у Платона вообще нет упоминания даже имен. Это ксенофонт. Каким же образом хорошие мужи научают... Как это хорошие мужи научают своих сыновей всему, что зависит от учителей, и в этом делают их мудрыми, но не могут добиться, чтобы те хоть кого-нибудь превзошли в добродетели, которые они отличаются сами. По этому поводу, Сократ, я уже не миф тебе расскажу. Ага, смотрите, мы в прошлый раз... Да, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Но в прошлый раз он говорил, это будет дополнительное рассуждение. А в этот раз он прямо говорит, это точно не миф. Все, что относится к толпе, это миф. Но теперь все, что относится... То есть это миф, даже миф, рассказанный Сократу. Но теперь это точно не миф. А разумное основание, то есть логос. Подумывай вот о чем. То есть мы раньше говорили, смотрите, был абзац. Теперь мы понимаем, что был не абсцент, а была целая страница. Это все еще миф. Почему теперь нельзя говорить о мифе? Потому что речь пошла не о демократах, не о толпе, речь пошла о могущественных. Могущественных нельзя обмануть мифом. Поэтому целевая аудитория протагора – это могущественные, это мужи. И потому мифа недостаточно. Нам казалось, что целевая аудитория протагора для мифа – это молодые люди. Теперь мы видим, что совершенно нет. То есть, смотрите, чему научил протагор только что молодых людей? Нет, нет, нет. Научил крайне важным вещам. Нет, 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 нет. То, что толпа управляется с помощью религии, то, что религия, как насаждается религия, как насаждается обучение, как происходит обучение толпы, с помощью чего происходит это обучение и для чего оно нужно? Почему по-другому, если получается это все был миф, он, где он начал про богов, он сказал, что боги это дали. И потом в этом же мифе, потому что это все было, грубо говоря, один миф, он начал говорить, что все-таки можно научить, и это… Заметьте, что он всегда говорил что? Давайте я открою. Он всегда говорил очень важную вещь. Так-то Сократ и вышел, что по этой причине афиняне, как и все остальные люди. А вот тебе еще доказательства, что все люди. 322 Д, 323 А, что все люди. 323 Б, ведь считается. 323 Б, все еще, еще раз говорю, считается. Ну и так далее. То есть это касается всех людей. Афиняне, твои сограждане, как и все люди, все люди, все люди. Миф, он для всех. Обучение Протагора не для всех. Но обращается он к Сократу? Обращается он к Сократу, да. Но помните, он обращается к Сократу не в приватном разговоре. Цель Протагора – прорекламировать себя. И он показывает, чему он может научить молодых людей. Потому что молодые люди и есть целевая аудитория. А второе же тоже говорится при толпе? Второе. Все говорится при толпе, да, да, да. Но эта толпа состоит… Понимается только мы? Нет, почему? Эта толпа состоит из молодых людей и софистов. То есть из золотой молодежи и софистов. Протагор подтвердил, что добродетели нельзя обучить, если только вы не демократ. И мужей нельзя обмануть мифом, поэтому он переходит к Логосу. Заметьте, когда Протагор излагал миф, он обращался к Сократу – послушай. Теперь он обращается к Сократу – подумай. Подумай вот о чем. Существует ли нечто единое, в чем необходимо участвовать всем гражданам, если только быть государством? Именно этим, а не чем иным, разрешается твое недоумение. Если только существует это единое, и если это не плотницкое, не кузнечное и не гончарное ремесло… Искусство, да. Но справедливость и рассудительность и благочестие… Достаточно. Итак, теперь они названы наконец-то все три вместе одновременно, потому что это больше не миф. Справедливость, умеренность, благочестие. Но благочестие в оригинале не благочестие, потому что речь больше не идет о большинстве. В оригинале под благочестием стоит другое слово, которое буквально означает долг перед богами или ритуал. Могущественные не должны дать богу. Но могущественные должны соблюдать ритуал. Ну что я вам говорил, вы каждую Пасху и каждое Рождество видите, как могущественные соблюдают ритуал. Можно еще раз вернуться и еще… Конечно. Значит, людей создала природа. Причем она не просто их создала, потому что людей создала природа звучит страшно. В том смысле, что создала, в смысле, намеренно. Да, да, да. Люди возникли из природы, но возникли абсолютно по случаю, случайно. Поэтому они не подготовлены, не обеспечены. Да, хорошо. И люди начали поклоняться богам до того, как произошла речь. Да, потому что благочестие… Благочестие. С точки зрения протокола, благочестие – это первое искусство. Да. И как же можно отказаться от благочестия, если это естественно с самого начала… Нет, оно не естественно, оно искусственно. Люди создали благочестие, чтобы жить вместе. Еще до речи. Еще до речи. Еще до того, как начали жить вместе и уголят звери. Нет, они пытаются начать жить вместе с помощью благочестия. А, то есть благочестие… Заметьте, главное же, что они не воздвигали идолов и кумиров, а что делали? Пытались воздвигнуть идолов и кумиров. Да. Не получалось у них. То есть они понимали, что религия – это путь к совместной жизни. Да. Но другое дело, что так как они еще не изобрели все остальные искусства… Да. Что почему? Не важно. Да, у вас был какой-то вопрос. Уточню еще раз. Люди случайно, а животные нет, потому что они приспособлены? Случайно? Да, да, да. То есть все-таки природа сама с этого жива? Это не имеет значения. Это же миф. Важно, что стоит за ним. За ним стоит простое представление о том, что люди единственные и уникальные, потому что они, в отличие от всех животных, абсолютно не приспособлены к жизни. Но это, мы же говорили, это та причина, по которой животные не пытаются воздвигать алтари и кумиры. Одним словом то, что я называю человеческой добродетелью. Ну, мужской, конечно, добродетелью. Итак, мужская добродетель – справедливость, умеленность и ритуал. И если это есть то, к чему все должны быть подчастны и всякий человек… Мужчина. Муж, муж. И чтобы он не желал… Заметьте, это уже не политическая добродетель. Это мужская добродетель. Чтобы не желал изучать. Ну, всякий муж, чтобы он не желал изучить или сделать, должен все сделать лишь в соответствии с этим единым, а не вопреки ему. И того, кто к этому не причастен, надо учить и наказывать. Будут то ребенок, мужчины или женщины. Пока тот, кого… Заметьте, учить и наказывать будут. Кто эти три? В какую категорию попадают эти три вида существ? В толпу. В людей, да. Да, да. То есть муж – это одно, а люди – это другое. Три типа добродетели показывают, как бы отождествляют три типа людей. Протогор говорит, что его обучение не для всех, а только для лучших, для могущественных. Он добавляет к риторике добродетель. И говорят одновременно, что она для всех и не для всех. Пока тот, кого наказывают, не справится. Если, наконец, он, несмотря на наказание и поучение, не слушается, и его надо как ни изначально сгонять из городов или убивать. Если так обстоит дело по самой природе, а между тем хорошим… Мужи. А между тем хорошим… Мужи. Мужи учат своих сыновей всему, только нет. Вот, еще раз, все остальные учатся путем наказания. Мужи не учат своих детей так, да. У них особое образование. Суди сам, как чудно все получается у хороших людей. У хороших мужей, да. Вот оказалось, что они считают возможным обучать этой добродетели и в домашнем быту, и в обществе. Хорошие мужи точно учат своих сыновей добродетели. А какой добродетель? Именно добродетели мужей или политические? Добродетели мужей, конечно, добродетели мужей. В чем разница между добродетелем мужей и политической добродетелем? Потому что добродетели мужейternet справедливости. Нет, почему? 325А, простите еще раз. Одним словом то, что я называю мужской добродетелью. Да, рассудительность, справедливость и благочестьiana. Рассудительность — это ублюденность. Что не так? Благочестие не то. Это не благочестие, это ритуал. Ритуал. Но в чем разница? Для всех людей из благочестия выходят все остальные добродетели. Для всех людей благочестие является первым. Для мужей благочестие является наносным последним. Зачем им вообще нужно благочестие? Мужам? Очень просто. А как они будут консолировать толпу? Но при этом они не могут. Да, ну так ритуал, да. Ритуал. Все, все, понятно. Я просто не очень понимаю, что это ритуал. Потому что для них же тоже ритуал, например, поклонение. Да, 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 да. Но еще раз. И в это верить. Да, 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 да. Мужи учат своих сыновей умеренности, справедливости и имитации благочестия. И давайте еще раз остановимся на справедливости. И давайте еще раз остановимся. Почему вы хотите остановиться? Потому что до этого мы выяснили, что мудрецы и могущественные, они несправедливые. Да, поэтому чему они учат несправедливость? А чему? Ну, справедливость. Мы все еще касаемся имитации справедливости. Конечно, человек, который бы сказал, что он несправедлив, находясь в обществе, это сумасшедший. Имитировать благочестие и имитировать справедливость. То есть из этих трех остается только одно? Только одно, только умеренность. Только умеренность получается не имитационная? Нам пока кажется, что только умеренность не имитационная. Потому что от умеренности зависит то, сможете ли вы имитировать справедливость. Вам кажется? Нам пока кажется так-то. Нельзя быть уверенным никогда. Насчет благочестия, вот именно тут, когда речь идет о родителе мужей, благочестие это как ритуал, а там это пункт угот. Это настоящее благочестие, да. То есть тут стоит в оригинале, тут стоит другое слово. Был бы оригинал, я бы прям пальцем сказал бы, что слово другое. То есть это разные благочестия? Да, да, да. То есть тут под благочестием буквально понимается либо ритуал, да, либо отдача богам справедливо. Вот сейчас я посмотрю для себя, что я написал. Долг перед богами. Долг перед богами, да. Должен. Да, если у вас больше нет вопросов. Нет? Давайте двигаться. И хотя возможно учить добродетели и развивать ее, неужели эти люди начнут учить своих самоведейшим вещами, в виде которых не карается смертной казнью? Между тем, как и к детям, если они, ненаучные добродетели, не воспитаны в ней, угрожает смерть, изгнание и, кроме того, потеря имущества. Слово, полное разорение дома. Итак, еще раз. И хотя возможно... И хотя возможно учить добродетели и развивать ее, неужели эти люди начнут учить своих сыновей лишь тем вещам, не ведя ни которых не карается. Нет, смертной казнью. Сильные тоже вынуждены жить в обществе, поэтому сильные тоже должны научить своих сыновей, что надо казаться справедливым, благочестивым и умелым. Между тем, как и к детям, если они, ненаучные добродетели и не воспитаны в ней, угрожает смерть, изгнание и, кроме того, потеря имущества. Итак, Сократ утверждает, что Пеликол не научил своих детей политико-техне. Пока что Протагор объясняет, что политические добродетели, они тоже научены. Но на самом деле нет. Они научены ее имитировать. Разница в том, что их, конечно, не наказывают. Неужели они станут учить их этому? Не станут. Неужели они не станут учить их этому со всей возможной заботливостью? Надо полагать, что станут. Да, то есть что говорит Протагор, что сыновья Пеликола вообще-то не бегают и не убивают людей направо-налево. Какими бы они ни были дураками, что Клинии, какой бы он ни был безумец, тоже этого не делают. И, следовательно, они тоже научены этим добродетелям. То есть это как Антонию беззаботности. В смысле беззаботности? Что они не бегают, не убивают, но при том их не смогли воспитать. Да, Сократ... Что они беззаботные? Нет, мы делим политикотехне и политическую добродетель. Причем Сократ делил политикотехне для толпы, а политическую добродетель для сильных. Протагор делает он наоборот. Политический добродетель – это для всех, а политикотехне – это для сильных. Пока родители живы, они с малолетства учат и выразумляют своих детей, и делают это до самой своей смерти. Чуть только ребенок начинает понимать слова, и кормилица, и мать, и дядька, и сам... Ну, дядька, да, конечно. Ладно. Я просто представила. И сам отец бьется над тем, чтобы он стал как можно лучше, учая его и показывая ему при всяком деле и слове, что справедливо, а что несправедливо, что прекрасно, а что гадко, что благочестиво, а что нечестиво. Итак, три, что можно делать, а что нельзя. Отлично. Первое. Что они делают? Они показывают ему при всяком слове и деле. Хорошо. Второе. Побои будут чуть-чуть потом. Второе. Три добродетели какие? Справедливость. Нет, сейчас. Не поднимайтесь. Нет, не сейчас, а в принципе, о котором мы говорим. Благочестие и умеренность. А какие три указаны здесь? Справедливость, благочестие и нечестие. Нет. Что занимает место умеренности-то? Что справедливо? Справедливость и несправедливость. Прекрасно. Красота. Красота, да. Протагора заменяет умеренность красотой. Ну, прекрасным. Это не красота, это именно прекрасное. Так мы же выяснили, что справедливость и красота это противоположные вещи. Вот именно. Так они же не учат их справедливости и благочестия. Они учат их имитировать справедливость и благочестие. И хорошо, если ребенок добровольно слушается. А если же нет, то его, словно кривое, согнувшееся деревце выпрямляет угрозу никогою. Итак, в этом случае, в случае обучения политической добродетели все еще никаких наград, только наказание. А потом, когда посылают детей к учителям, учителю гораздо больше заботиться о благонравии детей, чем о грамоте и игре на пиаре. Учителя об этом и заботятся. Когда дети усынули буквы... Заметьте, это все касается детей. Не юношей, не мужей, детей. Но детей мужей. Да, но детей мужей. Но это еще не... Смотрите, им прививает еще не мужескую добродетель. Не добродетель мог? Не добродетель мог. Но вообще, конечно, да. Когда дети усвоили буквы и могут понимать написанное, как готовят пары и понимали с голосом, они кладут перед ними на скамьяк творения хороших поэтов. Смотрите, не просто поэтов, а хороших поэтов. Хорошее общество и хорошие поэты связаны между собой. Потому что существуют похабные поэты, которые вселяют в детей не те качества. Скорее всего, нет. Наоборот, скрытые софисты – это как раз те, которые работают. Ну, гумера, гесиот, кому еще учить? Да, да. Просто если это мужи, то значит, они в принципе могущественные. А могущественные, наверное, могущественные, они должны оставить мудрецам. Это если вы... Нет, нет, нет. Да. Софисты скрываются от могущественных. При этом протагор говорит, что все они, в отличие от него, не достигли своей цели. Не скрылись. Простите. И потому протагор не скрывается. Если мы верим протагору, то вы правы. Но мы не можем верить протагору. Скажите мне, в какой момент греки раскрылись, чтобы мудреца софисты? Могущественные они луд и софисты, а луд, а как бы рыбак-рыбакар. Да, да. То есть, как бы... Поэтому, нет, это логика протагора. Именно поэтому он, протагор первый, перестал скрываться от могущественных. И не стал называть себя поэтом или учителем гимнастики, а стал называть себя софистом. Вопрос, решающий, с чего протагор решил, что софисты древности провалились. Сократ в споре с протагором займет сторону софистов древности и скажет, нет, они не провалились, это ты провалился. Ну, тогда получается, что могущественные, наоборот, хотят, чтобы... Ну, вот дети, например, читали того же Маммера, но, например, это он софист. Нет. Значит, они посетили, что они софисты. Вот. С точки зрения протагора, протагор сам себе противоречит. Именно поэт, именно так доказывается, что он не владеет эмбулей, хотя обещает ей научить. Болезнь какая-то. Ну, она звучит, да, все греческие слова звучат как название лекарства или болезней. Но ведь и мудрецы, и могущественные объединены тем, что они знают правду. Ну, так почему же не поделиться знаниями друг с другом? Вот. Тоже решающий вопрос. Нет, во-первых, если они все знают, зачем им делиться знаниями. Вопрос в том, почему они противопоставлены друг другу? Да. Да. Это хороший вопрос, и он будет связан, скорее всего, с тем, что мужество и мудрость противопоставлены друг другу. Помните из государства? Вот. И значит, мужественные и мудрые никогда не могут быть заодно. Они прямо противоположны. Но пока мы этого не знаем, и потому, пока мы задаемся вопросом, почему мужественные и мудрые не могут быть заодно. Но, а, б, может быть, протокол как раз и пытается сделать так, чтобы мужественные и мудрые были заодно. То есть могущественные и мудрецы были заодно. Каким образом? Он собирается учить сынов могущественных. Да. Какой тогда категории можно отнести вот этих хороших поэтов, если они не мудрецы, и их нельзя назвать могущественными? Почему? Они есть мудрецы. Нет, хорошие поэты – это гуманогесиот. Но они мудрецы. Если вы верите протагору. Если вы верите протагору. То есть определение именно протагора. Конечно. Ну, а чье еще же? Все время. Это все еще большая речь протагора. Да, да. Она еще никак не закончилась. Ну вот, чтобы те их читали и заставляли детей заучивать. Да помните, что заучивание – это часть обучения. Это повторение. Повторение, конечно. А там много наставлений, много причиненных рассказов, содержащих похвалы и прославления древних доблестных мужей. Хороших мужей. Проблема… Смотрите, наш переводчик говорит – хорошие поэты, но доблестные мужи. В оригинале, конечно, одно и то же слово – колосс. Поэтому они как бы и хорошие и там, и здесь. Но хороших мужей. Спасибо, что хоть мужей. Итак, в чем разница? Перед ними наконец-то появляется что? Не кнут, а пряник. Да. Содержащих похвалы и прославления древних доблестных мужей. И ребенок, соревнуюсь, подражает этим мужам и стремится на них похвалить. И стремится на них. В этом разница между обучением толпы, обучением социальности и обучением мужеским. Они соревнуются за похвалу, правильно? Появляется что? Что такое соревнование за похвалу? Нет, нет, нет. Соревнование за похвалу – что это? Тщеславие. Появляется тщеславие. Помните, что тема-то – стыд и тщеславие. Тщеславный Гиппократ и тщеславный протагол. Тщеславный Гиппократ приходит к Сократу и говорит, я хочу учиться у тщеславного протагола. Это то, что объединяет их. Сократ что делает? Как Сократ отворачивает Гиппократ? Он стыдит его. Да. С протаголом будет то же самое. Сократ пристыдит его. Стыд противопоставлен тщеславию. Стыд – это умеренность. Помните, во что она превращается? Сафросюны. Тщеславие – это неумеренность. Противоположность умеренности. Таким образом, на самом деле протагол и сам, помните, само его имя говорящие, он первый высказывающийся, первый говорящий вслух. Он тщеславен и самый, потому неумерен. И то, чему он учит, это как раз-таки неумеренность, тщеславие. И то, чему учат мужи своих детей, это, конечно, тщеславие. То есть вместо справедливости они учат имитации справедливости. Вместо благочестия. Вместо благочестия – имитации благочестия. Но вместо умеренности они учат тщеславию. А можно вопрос? Да. Протагол сам это знает, что он тщеславен? Или он это говорит как случайно? Но не осознает, да? Если Сократ его потом приследит, он, видимо, не осознает. Но это и проблема, он учит эвбулии, то есть рассудительности. То есть он не осознавая говорит правду. Да. Он же до этого говорил, что он рассудительный. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. В том проблема с переводом. Рассудительность у нас в тексте – это софра-сюны, умеренность. А эвбулия у нас, я не помню, как у нас была переведена эвбулия, но в оригинале это значит хороший совет. И мы решили, что лучшее слово будет рассудительность. И кефаристы со своей стороны заботятся об их рассудительности. У медленности. И о том, чтобы молодежь не бесчинствовала. К тому же, когда те научатся играть на кефаре, они учат их творением хороших поэтов-песнотворцев, согласуя слова со звуками кефары. И заставляют души мальчиков свыкаться с гармонией и ритмом. Ну, заставляют. Почему надо заставлять души мальчиков свыкаться с гармонией и ритмом? Ну, вы все это знаете. Дело в том, что учиться неприятно. Неинтересно. Скучно. Именно поэтому их нужно все время заставлять. Не наказывать, а именно заставлять учиться. Смотрите, о чем идет речь, когда идет речь о кефаре? О мульти. Ну, а в чем? О мульти. Об искусстве. Политика техне и политическая добродетель. Ей учат с помощью наказания. Но искусству не учат с помощью наказания. Искусству учат заставляя. Итак, в чем проблема? В том, что протогор тоже учит этому искусству. В чем, следовательно, проблема с обучением протогора? Оно не нравится людям. А задача торговца, естественно, показать, что... Все плюсы. Да, да, да. То есть, если протогор сейчас говорит нам, что искусству обучаться неинтересно, никто не хочет. И что это делается, но путем заставления. То протогор, получается, сам отбивает свою аудиторию. Причем не осознавает. Он поправится. Он же не кефарист. Пока мы еще не знаем, осознавай или не осознавай. Не торопитесь. Чтобы они были чуткими, соразмеренными, гармоничными. Чтобы были пригодны для речи и для деятельности. Ведь и вся жизнь человеческая нуждается в ритме и гармонии. А заметьте, для речей и для деятельности, для слова и дела. Протогор как кефарист. Протогор как музыкант. Есть ли у нас сравнение протогора с музыкантом? Помните ли вы, когда протогор еще сравнивался с кем-то, кто владел музыкой? Орфей. А во-вторых, за ним люди ходят как хор. Да, 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 да. Но заметьте, протогор снова возвращает нас к слову и делу. Это то, чем он учит. Гармония души, чтобы они были пригодны для слова и для дела. Это он возвращается ровно к тому, с чего начал. Я сделаю тебя сильнейшим словом и делом. А вот теперь появляется новый добродитель. Кроме того, посылает мачки. Все, уже не детей. Чувствуете разницу, да? Тебе только мальчиков. Посылает мальчиков к учителю гимнастики, чтобы крепость тела содействовала правильному мышлению и не приходилось бы из-за телесных недостатков пробить на войне и в прочих делах. Какая-то добродительность. Красота. Нет. Красота и не добродительность. Это мужество, чтобы не пробить на войне и в прочих делах. Но протокол... Нет, это совершенство. Это мы знаем из государства. Мы не знаем этого из протокола. Кроме того, там это говорит Сократ, здесь это говорит протокол. И это единственный момент, где протокол говорит о мужестве. Помните, он говорил о том, что нужна война в мифе? Здесь он говорит, что место мужества занимает обучение гимнастики. Заметьте, чтобы не добить на войне и в прочих делах. Что это за прочие дела, в которых нужно мужество? Помимо войны. Выступать с речами? По-моему, выступать с речами может всякий из толпы. Со спелыми речами. Со спелыми речами. Хорошо. Подумайте над этим. Как поступают особенно те, у кого больше возможностей? Достаточно. Больше возможностей – это, естественно, кто? Да. Богатые. Больше власти. Возможность – это все еще динамин. И больше власти. Между образованием есть разница. Есть образование для толпы, есть образование для всех остальных. Для богатых, для властителей. Это образование должно позволять их детям править. И заметьте, что в этом образовании нет ни слова ни о богах, ни о Зевсе. Потому что это образование не от богов и не от Зевса. Это образование от протагора. Это монархия. А мне кажется, что… Подождите, что? Это монархия. В смысле монархия? Я почему-то прошла параллель с тем, что учат свои детей, чтобы править. Получается, как не сменяют власть. Ну, олигархи это называется, да. В том-то и дело, что толпа и есть всегда множество, а динамины и есть сильные. Помните, Афина и демократия только по названию. В ней правят Пеликлов. Речь идет о сыновьях Пеликла и взятых Пеликлом под опеку. Мы знаем, что не так с Пеликлом. Да, 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 но протокол вынужден защитить Пеликлоту. Потому что протоколы Пеликлов связаны, да. Мне кажется, что учителя там софисты. Да, так протоколы и есть софисты. А Пеликл вынужден? Мы слишком мало знаем отсюда о Пеликле, чтобы сказать, что он был мужественным. Из Фукидида мы знаем, что он точно не побоялся отдать свою виллу на закрабление, чтобы толпа его не отзабила. Мне кажется, они получаются, ну, богатые учатся у детей, ну, мальчиках, наверное, в области. Конечно, да. Но заметьте, что это обучение мужественности состоит в гимнастике. И не только чтение? Нет, посылают. Кроме того, они посылают, да, 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 да. Это обучение, которое заставляют? Нет, 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 нет. Как искусство или как? Нет, это искусство, но это больше, но это новая ветвь искусства. Она без наказания. Тут нет наказания. Лечь больше не идет и наказание. То есть именно заставляют? Заставляют, да, да, да. Но опять же заставляют и показывают примеры. То есть мужество происходит отчиславное? Ну, смотрите, где проявляется мужество в первую очередь? Ну, мужество. Конечно. Ну, простите меня, вы не вылезете из окопа первым, если вы нечиславный человек. То есть если вы не хотите быть героем, вы в первых рядах не окажетесь никогда. Ну, а как же главнокомандующий? Главнокомандующий как раз... Он еще не должен быть. А, вы имеете в виду, что главнокомандующий... Нет, нет, нет. Вы имеете в виду, что главнокомандующий получит славу от победителей. Хотя он не участвовал в битве. Ну, что я не совсем это имела в виду. Нет, он получит еще большую славу. Привет, корнил. Мы говорим, что тщеславие является причиной мужества. Ну, в соединении с гимнастикой, конечно. Вы говорите, на самом деле есть как бы еще более тщеславные люди. Ну, да, они... А? Не обязательно мужественные. Так протогор. Меним. Меним, да. Так протогор, первый пример. Смотрите, еще более тщеславные люди. Они на каких примерах-то воспитаны? На все тех же. Да. Да, просто гимнастика. Гимнастики нет. Ну, и с другой стороны, они же не рискуют своей жизнью. То есть это не мужество уже. Это чистое тщеславие. Их дети, начав ходить к учителям с самого раннего возраста. Их сыновья. Но речь теперь только о мальчиках. Не дети, не дети. Юноши, начав ходить к учителям с самого раннего возраста, тоже всех перестает учиться. Их, не просто юноши, их сыновья, начав ходить к учителям раньше всех, позже всех заканчивают. Это другое образование, другой уровень образования. После того, как они перестают ходить к учителям, государство, в свою очередь, заставляет их получать законы. И государство заставляет их. И жить сообразно с предписаниями этих законов, чтобы не действовать произвольно и на удачу. Подобно тому, как учителя грамоты сперва намечают грифелем буквы и лишь тогда дают пищу, дощечку детям, еще не искусно в письме, заставляя их обводить эти буквы. Точно так же государство, начертав законы, изобретение славы в древних законодателей. И снова это повод, смотрите, и снова это повод для тщеславия стать законодателем. Помните, кто из присутствующих законодателей? Протокол законодателей. Ему же перекол отдал колонию. Согласно им заставляет и повелевать, и повиноваться. А преступающего закона государство наказывает. И название этому наказания и у вас, и во многих других местах, исправление. Потому что возмездие исправляют. Достаточно. Что объединяет грамматику и законы? Потому что он говорит, как, и обучают, как письмо. Исправление. Конвенциональность. Язык конвенционален. И законы абсолютно конвенциональны. Также заметьте, что законы являются итогом работы не всех людей. А кого? Лучших, конечно, сильнейших. Законодательное искусство. Все подчиняются законам, но только некоторые пишут законы. Поэтому законодательное искусство стоит выше, чем искусство подчинения законам. Искусство подчинения законам и есть политический предправитель. Законом богов, законом людей. Справедливость, рассудительность, умеленность, многочестивость. Смотрите, внимательно возникает вопрос. А не учат ли тогда протогор законодательному искусству? Он и сам законодатель. И объясняет юношам, как управлять толпой. С помощью божественных законов. Протогор и есть тот пример, на который должны равняться юноши, желающий управлять городом. Потому что ему это удалось. Славные древние законодатели прошлого. Но он и законодатель, да. Я понимаю. То есть он не учит быть софистом. Он учит. Но присутствующие не должны стать софистами. Присутствующие должны стать законодателями и сильнейшими людьми в государстве. Поэтому он не говорит ничего о софистике. Есть еще одно замечание. Славные древние войны и славные древние доблестные мужи. Смотрите. 326а. Прославление древних доблестных мужей. И 326d. Изобретение славных древних законодателей. В чем тут проблема-то? Проблема... Не-не-не. Проблема в золотом веке. Протогор же отрицает золотой век. Но для обучения юношей нужны примеры. Примеры могут быть только из прошлого. Они не могут быть из будущего. Поэтому золотой век все еще необходим. Он нужен во время употребления обучения. Или это не очень хорошие примеры, да? А других примеров нет. Примеры по определению это то, что уже есть. А то, что уже есть, это только прошлое. То есть мы не можем выдумать себе доблестного мужа из будущего и поставить его себе примерами. В этом смысле Протогор не идеалист. Сократ идеалист. Сократ говорит, вот есть идея мужества, и мы должны на нее ориентироваться. Протогор говорит, нет, вот там Ахилл, мы должны ориентироваться на мужественного Ахилла. Он же может выдумать и записать это как миф. Может, но это будет миф, а не история. Помните, что миф с точки зрения Протогора, это, конечно же, способ управлять толпой. И молодежь. Ну так он же молодежи рассказывает. Так мы думали, когда он сказал, и многие хотели услышать миф. Многие, это очевидно молодежь, потому что только три. Софиста, Сократ, а все остальное молодежь. Так мы думали. Теперь мы понимаем, что этот миф, он не для молодежи, он действительно для многих. Протогор объясняет молодежи, как с помощью мифа управляют могуществами. Более того, он объясняет не только это, но он объясняет, что миф не имеет под собой оснований других, кроме того факта, что человек является голым и одним. То есть, кроме биологического факта, что человек бездуховен, что у него нет никакой морали предустановленной. И, соответственно, что человек для своего выживания должен жить обществом. Но общество возможно только в том случае, если существует наказание. Но это наказание лучше всего обеспечивается не государством. Точнее будет сказать, что это наказание, конечно, обеспечивается государством, но исходит от божественного повеления. Нет, от божественного повеления. Мы же говорили о том, как протогор ставит... Ну, а законы как раз от божественного повеления. Законы как, да. Да, 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 да. Смотрите, мы же говорили, как протогор ставит иррациональность на службу рациональности. рациональности. Потому что иначе он не нужен. А нужен жрец, который будет ходить и к кокодилам махать. И говорить, вот, подчиняйтесь. Это юноши должны понять. Этим он юношей должен завлечь. Но этот разговор касается только толпы. Миф касается только Гой-Пол-Лой. Как только протокол приходит к могущественным, начинается логос. Вы так говорите, что жрецы, как будто бы их не существует. Почему существуют? Они находятся в подчинении у могущества. Конечно. Они являются инструментом. Люди спокойно воздвигнут жреца на самый верх. Если он, по сути, такой главный и связывает их с Богом. Потому что жрец поверил. А значит, он не мудрый. И значит, он не может управлять ничем. Давайте еще раз. Мы говорили о том, что религия и демократия связаны. Так называемая гражданская религия. Угадайте, кто занимает место жрецов в гражданской религии? Афины и Рим. Величайшие примеры. Могущественные занимают. Кто великий понтифик в Риме? Цезарь, великий понтифик в Риме. Конечно. Кто занимает место тех или иных жрецов в Афинах? Гадателей и прочих руководителей процессий религиозных. Великолы занимают, динамены занимают. Естественно. Если вы управляете с помощью религии, то, конечно, вы управляете и самой религией. Идеальный момент – это занимать две должности. Вспоминайте Макериле. Русское государство. Это теократия. Да? А что имеется в виду под возмездие? Наказание или под государство? Преступающего закона государство наказывает. Название этому наказанию и у нас, и у других – исправление. Потому что возмездие исправляет. Но протокол уже пояснял, что он имеет в виду под исправлением. И при таком-то и частном, и общественном попечении о добродетели, ты все же удивляешься, Сократ, и не думаешь, можно ли ей попучить. Не этому надо удивляться, а скорее уже тому, если бы оказалось, что ей нельзя обучить. Да. Только это не та совсем добродетеля, о которой говорил Сократ. Но протокол не может иначе, потому что ему придется тогда распустить демократию и закончить, обидеть Перикла. Этого сделать нельзя. Но у нас осталась еще одна часть. Часть, почему же сыновья доблестных отцов выходят плохими. Но об этом мы поговорим после перерыва.